Сегодняшняя лекция посвящена проблемам международной интеграции. Процессы международной интеграции явились собой, явились результатом бурного развития взаимодействия стран. И прежде всего, конечно же, стран высокоразвитых, промышленно развитых стран. Основной тенденцией развития мировой экономики, как мы уже отмечали, была интернационализация хозяйственной жизни. Движение по всему миру гигантских потоков капитала, товаров, людей и интенсивный обмен информацией определяли, собственно говоря, лицо и динамику ушедшего XX века. С исторической точки зрения, процессы интернационализации хозяйства берут свое начало в сфере обмена. От торговли развитие шло к локальным международным рынкам. В период первоначального накопления произошло перерастание локальных центров межотраслевой торговли в единый мировой рынок. Но это тоже интересная тема, как складывался в результате великих географических открытий мировой рынок товаров. В оборот были вовлечены новые товары. Развиваться торговля стала уже не между странами, а между континентами и так далее. Это процессы, которые длились на протяжении примерно 200 лет. В ходе конкурентной борьбы между странами сложилась система международного разделения труда. Эта система находит свое отражение в устойчивом производстве товаров и услуг в отдельных странах. И вот тут начинается основная проблема необходимости интеграции, связанная с тем, что нужно удешевить производство единицы продукции. И вот это удешевление требует увеличения масштабов производства. Но увеличение масштабов производства имеет свои пределы. Не только с точки зрения технико-экономической, о чем я ниже скажу, но и с точки зрения потребностей страны. То есть связанной с емкостью данного внутреннего рынка. И вот это противоречие может быть разрешено только выходом национального производства в международные рамки. Понятное дело, что вот, скажем, производство автомашин, ну, по сегодняшним меркам, наиболее оптимальным, ну, наиболее оптимальным, неправильно, оптимальным размером одной линии производства машин является линия с производительностью где-то порядка 300 тысяч штук в год. Но для небольшой по масштабам страны потребность измеряется, может быть, 50 тысячами. То есть в данном случае организация производства сразу предполагает выход на международный рынок. С процессами интеграции, вернее, с процессами интеграции напрямую связаны с процессами международной специализации. А международная специализация уже предполагает, в свою очередь, пространственный разрыв между отдельными стадиями производства или между производством и потреблением в международном масштабе. Вот нарастание процесса углубления специализации и ее обратной стороны кооперирования производства привело к модификации видов международного разделения труда и соотношения между ними. Если в начале развития мировой экономики типичной была межотраслевая форма разделения труда, но дальше начинается переход уже к внутриотраслевой, причем не только внутриотраслевой в целом, но и по деталям, узлам, по стадиям технологического процесса. Особую роль играют внешнеэкономические связи в интеграционных процессах. Для современного этапа развития мировых хозяйственных связей характерны динамизм, липерализация всех видов связей, диверсификация их форм и видов внешнеэкономической деятельности. Вот, так сказать, вступление к проблематике интеграции. Каковы этапы интеграции? Возьмем только 20-й век. Только 20-й век для того, чтобы более выпукло показать нарастание процессов интеграции. В 20-е и 30-е годы 20-го века, который характеризовался всеобщим кризисом производства, кризис, который начался в октябре 1929 года в Соединенных Штатах Америки и привел там к Великой Депрессии и к замечательному выходу из этой депрессии благодаря умной политике правительства Франклина Делано Рузвельта, президента Соединенных Штатов, политике, основанной на замечательной, уникальной макроэкономической теории Джона Мейнарда Кейнса. Этот кризис прошел по всем странам мира, привел к различного рода результатам, о чем мы говорили в других лекциях. И неустойчивость экономических связей, которые наблюдалось после Первой мировой войны и после Великой Депрессии, привела к постепенному сплочению хозяйств и экономик стран. Во-первых, на путях преодоления результатов этого кризиса. Начиная с конца 40-х годов и вплоть до 80-х годов 20-го века наблюдается интенсивный рост вывоза предпринимательского капитала. И вот рост производства за эти годы оказал основное влияние на все, собственно говоря, параметры мирового хозяйства. Главной силой в производственных связях стали так называемые транснациональные корпорации, о которых подробно мы будем говорить в следующий раз. По существу последний этап развития интеграционных процессов начался в последнем десятилетии 20-го века, когда степень освоения географического пространства, формирования международных, а в ряде случаев, планетарных производительных сил усилило резко экономическое взаимодействие и взаимозависимость стран. И здесь мы как раз приступаем непосредственно уже к понятиям международной экономической интеграции. Но в самом общем виде можно сказать, что международная экономическая интеграция это процесс хозяйственно-политического объединения стран на основе интернационализации хозяйственной жизни. Интересная проблематика связана с тем, каким образом интеграция влияет на страны. Но прежде всего мне хотелось бы обратить внимание на те особенные черты интернационализации хозяйства, которые проявились главным образом на рубеже 20-го и 21-го веков. Во-первых, после распада мировой социалистической системы уже по существу все страны мира оказались жестко включенными в систему мирохозяйственных связей. Вместо этих двух блоков, противостоящих друг другу, вот об особенностях интеграции внутри этих блоков я специально остановлюсь, специально расскажу. Следующая черта – это, конечно же, либерализация внешнеэкономических связей и международных расчетов. Эта система уже пронизывает, собственно говоря, всю мировую экономическую систему. Дальше. Внедряются единые для всех стран стандарты. Стандарты на технологию, стандарты на загрязнение окружающей среды, стандарты на деятельность финансовых институтов. Устанавливается, можно сказать, единая общемировая система бухгалтерской отчетности. Приводится в соответствие национальные статистические показатели. Ну, я уж не говоря о том, что, конечно, эти стандарты распространяются и на образование, и на культуру. Дальше. Для всех стран становится характерным внедрение одинаковых критериев макроэкономической политики. Выдвигаются единые требования к налоговой политике, политике в области занятости и так далее. Этому в значительной степени содействует деятельность международных экономических организаций. Естественно, как мы уже говорили в предыдущих лекциях, современное мировое хозяйство неоднородно. В него входят государства, отличающиеся своей социальной структурой, политическим устройством, уровнем развития производительных сил и производственных отношений, а также и степени участия во взаимодействии друг с другом. Конечно, когда мы говорили о структуре мирового хозяйства, мы выделяли прежде всего семерку. Стран, на долю которых приходится более 80% промышленного производства всех стран мира и около 60% всего мирового промышленного производства, электроэнергии, экспорта товаров и услуг и так далее. В основе объединения, как уже указывалось, лежит международное разделение труда. Именно международное разделение труда является материальной предпосылкой и налаживанием этих связей. Явления взаимодействия стран приобретают некоторые особенности, вызванные прежде всего, опять же, интернационализацией производительных сил, интернационализацией международного разделения труда, увеличением масштабов и качеством, и структурой, изменением структуры международной торговли. Всеобщим перемещением факторов производства, финансовых, производственных ресурсов, колоссальное развитие сферы услуг, международного обмена научно-техническими знаниями. Наконец, можно упомянуть иммиграцию рабочей силы, которая также дополняет процесс взаимодействия стран. Прошлая лекция была целиком посвящена проблеме решения глобальных проблем, в решения которых втянуты все стороны мира. Речь шла о войне и мире, об освоении мирового океана, космоса, о продовольственной проблеме, о проблеме народонаселения и так далее. Процессы интеграции, что такое слово интеграция? В самом простом переводе это от латинского слова интеграция, восполнение или интеграция, то есть соединение из отдельных частей в единое целое. Международная экономическая интеграция, это уже явление более сложное, и оно основано на том, что интегрироваться могут страны, находящиеся на сопоставимом, близком уровне технико-экономического развития и степенью рыночной зрелости, и отличающиеся общностью экономических интересов. То есть просто говорить о том, что какая-то группа стран договорилась установить какие-то свои союзы, тем самым продвинуть процесс интеграции нельзя. Этот процесс объективный, он идет независимо от воли и сознания людей, он и вызывается требованиями экономического развития. Я уже одну из черт назвал, главную, пожалуй, это выход производства за национальные рамки и необходимость взаимодействия с другими странами. Проблема международной экономической интеграции, вот как процесс срастания экономик соседних стран, это тоже нужно указать, что прежде всего, конечно, интегрируются страны рядом расположены, страны, находящиеся на одинаковом уровне развития, страны примерно с одинаковой структурой экономики, я имею в виду прежде всего степень ее выхода в мир уровнем экспортной и импортной квоты и так далее. Так вот, процесс этой интеграции явился предметом изучения большой группы ученых мира. И до сих пор нет единства в теории международной интеграции. То есть сказать, что есть одна единая точка зрения и одна теория было бы неправильно. Я постараюсь просто перечислить основные теории, которые сегодня существуют. Ну, классики экономической теории, такие как Адам Смит, Давид Рикардо, были сторонниками свободной торговли, системы фритредерства. И в их подходе к внешней торговле и взаимодействии, стало быть, стран, лежал классический принцип выгоды страны от специализации производства и обмена товарами на базе международного разделения труда. Собственно, этот общий подход, он характерен и для всех остальных теорий международной интеграции. Но в ней существуют различные направления. Ну, есть, например, теория так называемого неолиберализма. Сторонники этой теории представляют собой полную интеграцию стран, как единое рыночное пространство, где действуют стихийные рыночные силы, независимо от политики государств и национальных и международных законодательных актов. Представители более поздней теории неолиберализма учитывали уже в своих рассуждениях различия политических процессов в разных странах. Следующая теория, так называемая корпорационализм. Сторонники этой теории, я фамилии не называю, потому что их достаточно много. Сторонники этой теории считали, что интегрирование международной экономики способно обеспечить не рыночный механизм, вот о котором я сказал в качестве первого направления, интеграционной теории, а международные корпорации, международные корпорации, которые предопределяют развитие интеграции. В этом тоже есть довольно значительная доля правильного и здравого смысла. Следующее направление теории интеграции, это так называемый структурализм. Эпичным представителем был лауреат Нобелевской премии Гуннар Мюрдаль, шведский экономист. Вот он считал, что интеграция есть не что иное, как процесс структурных преобразований. И эти структурные преобразования осуществляет никто иной, как транснациональные корпорации. Это крупные фирмы, и может быть иногда выход не только на фирмы, но и на целые отрасли. Сторонники неокенсианства считали, что как и, кстати говоря, в подходе к экономической политике вообще, так и к процессам интеграции, они считали, что значительную роль играет государство. Что именно государство, государственная политика ведет, во-первых, к объединению государств с последующей, так сказать, утратой их значительной доли своего суверенитета, или же интеграции с максимальным сохранением национальной автономии. То есть, здесь речь идет о том, что могут быть различные варианты объединения стран при решающей роли государства. Эту же собственную точку зрения поддерживали и сторонники теории, так называемой, сторонники так называемого дирижизма. Это тоже часть шведских ученых, скандинавских ученых. Они больший упор делали не на рыночные механизмы, а прежде всего возлагали на разработку участниками этой интеграции общей экономической политики, согласование национального законодательства, приведение ее в единый вид и так далее. Но дирижизм — это, опять-таки, упор на большее участие государственных органов управления. Что касается российской экономической мысли, ну, прежде всего, это советская экономическая мысль, ну, и сегодня, так сказать, есть крупные ученые, работающие на мировом уровне, которые также внесли значительный вклад в теорию интеграции. Прежде всего, здесь нужно назвать, конечно же, профессора Максимова, Николая Петровича Шмелева, академика Российской Академии Наук, и Юрия Валерьевича Шишкова. Вот я именно эти три фамилии хотел бы выделить. Дело в том, что Максимова, профессор Максимова, она первой, пожалуй, в нашей экономической литературе оценила значение западноевропейской интеграции. Нужно сказать, что успехи этой западноевропейской интеграции, конечно же, значительно превосходили те попытки объединения социалистических стран, которые наблюдались в период существования Совета экономической взаимопомощи. Так вот, Максимова выпустила брошюру, и брошюра эта была выпущена с грифом для служебного пользования. То есть, нас ограждали от успехов западноевропейской интеграции. Конечно, это было своего рода преступление, прежде всего, перед экономистами, потому что, вместо того, чтобы учитывать и видеть этот объективный процесс, изучать его особенности, его закономерности, и пытаться по мере возможности способствовать развитию интеграционных процессов внутри нашего социалистического лагеря, мы возводили еще одну, так сказать, искусственную преграду для проникновения новых прогрессивных идей. Это было, конечно, печальное явление. Вот я, пожалуй, в силу своего возраста, наверное, остаюсь единственным, может быть, из числа участников очень интересной работы, которую затеял придя к власти Никита Сергеевич Хрущев. Никита Сергеевич Хрущев, он, между прочим, своим, особенно на первых этапах своей деятельности, здравым умом, он многое понимал отчетливо, ясно и честно. Он действительно видел, что там идет очень резкое объединение экономик стран. Там уже пошли люди, так сказать, дошли до подетальной, по узловой технологической специализации производства. А мы стараемся, так сказать, каждая страна производить всю гамму изделий, которые имеет современная промышленность. Ну, можно понять, каковы масштабы производства, каков уровень, каково качество тех изделий, которые в таких условиях производятся. И вот Никита Сергеевич, кстати говоря, когда вот его ругают за то, что он уничтожил отраслевые министерства, забывают о том, что кто-то, я думаю, что семья в значительной степени повлияла, кто-то ему сказал, что сегодняшние проблемы решаются на стыке отраслей. То есть электроника и машиностроение, электротехника и станкостроение и так далее. Вот. А у нас это как самодостаточные изолированные министерства. Вот я делаю станки, и меня абсолютно не волнует, что происходит рядом в электронике. В то время, как станки с электронным управлением как раз и были последним, так сказать, словом в развитии науки, научно-технического прогресса. Ну, как всегда у нас, если что-то делается, то с чисто большевистским размахом, революционным образом, вместо того, чтобы действительно по-умному преобразовывать эти министерства, создавать какие-то межотраслевые комплексы, а межотраслевой комплекс на Западе это крупные транснациональные корпорации. Так вот, вместо этого Никита Сергеевич одним махом взял и ликвидировал отраслевые министерства. Ну, легко сказать ликвидировать отраслевые министерства. Вы же, представьте, десятки тысяч людей были перебазированы из Москвы, тут сохранялись у них квартиры, а их отправили в отраслевые территориальные органы управления, так называемые совнархозы. Ну, это я просто как пример, что разумная идея была нашим исполнением, так сказать, доведена до полного абсурда. Я был молодым человеком и ездил по этим совнархозам, собирал данные для того, чтобы хотя бы не терять статистическое наблюдение за отраслью. Раньше это было в рамках министерства, когда их расформировали, никто в стране не знал, сколько производится трансформаторов и так далее. И вот я видел такую картину, скажем, приехал в Запорожье, там один единственный трансформаторный завод в этом запорожском совнархозе, но этот единственный завод является крупнейшим в Европе, а может быть одним из крупнейших в мире. он один, а в стране таких заводов еще штук 40-50. И вот я своим, так сказать, скудным умом и экономическим образованием и то понимал, что в области трансформатора строения должна быть единая техническая политика. А у нас будет политика в Запорожье одна, где-то в другом месте в Ереване трансформаторный завод будет другая техническая политика и так далее. То есть нелепость и абсурдность этого решения была очевидна. Но в основе лежала действительно здравая прогрессивная мысль. Это я к тому, что Никита Сергеевич решил, раз у нас интеграция не идет, попробуем силовым политическим воздействием эту проблему решить. И для этого было создано пять или шесть бригад специалистов по договоренности с руководителями партий и с руководителями государств, входивших в Совет экономической взаимопомощи, было решено открыть все технико-экономические параметры тех или иных производств и попытаться на основе анализа, на основе предложения новой схемы размещения производительных сил ускорить процесс интеграции. И вот я входил в группу из пяти человек в этой группе были конструктор, лауреат Ленинской премии, один из крупнейших конструкторов мирового уровня конструкторов электродвигателей, создатель единой шкалы этих электродвигателей, единой конструкции и так далее. Входил проектант, человек, который проектировал заводы по производству этих электродвигателей, дальше входил технолог, то есть человек, который знал все по операционной стадии производства этого электродвигателя, дальше этого уже было четыре, и пятым был я, начинающий экономист, задача которого была сравнить трудоемкость производства, себестоимость, стоимостные показатели производства, и еще на мне лежала очень серьезная миссия этого учета внешнеэкономического фактора, фактора международной торговли этими двигателями. И вот наша бригада поехала по всем странам членам Совета экономической взаимопомности. Я об этом рассказываю вот почему. Этот опыт был весьма и весьма поучительным. Во-первых, еще раз было доказано, что никакие программы, никакие политические проекты не могут быть осуществлены, если для этого нет объективных экономических условий. Это примерно то же самое, что и манифест коммунистической партии, где содержались призывы счастливой и радостной жизни, без всякого учета той реальной атмосферы, которые сложились в мире, не позволявшая вообще говоря ни одному из постулатов этого манифеста быть реализованы. Точно так же и эта попытка превзойти интеграцию Запада вот таким искусственным путем, она тоже, конечно, оказалась провальной. Но дело не столько в этом, дело в другом. Что действительно, картина была весьма и весьма печальная. скажем, возьмем Болгарии. При численности населения в 10 миллионов человек эта страна имела металлургическую промышленность при отсутствии всякого сырья, имела нефтехимическую промышленность при отсутствии сырья, значит, это завозилось из Советского Союза. Если выправлялся металл, то из него что-то предпочитали делать, делали станки. Дальше делали те же самые электродвигатели и так далее. Все это в мизерных, чудовищно малых масштабах производства даже для условий той же Болгарии. То есть это было производство, как мы говорим, кустарным способом, на коленке, с колоссальными затратами, с крайне низким техническим уровнем. И аналогичная картина сохранялась для всех стран. И вот была идея создать некую так сказать табличку, в которой бы болгары производили электродвигатели одного типа, но в колоссальных масштабах производства и снабжали этим типом двигателей все остальные страны, но по аналогии другие страны точно так же отказывались от производства этих, так сказать, тем более это была единая конструкция, большого количества разнообразных видов сосредотачивались на одном и другом. Я должен сказать, что директора заводов всех буквально стран, где мы были, нас просто носили на руках. Они понимали, что нельзя под одной крышей, под одной коробкой 9 типов по мощности двигателей производить. Вот если бы они производили 2-3, они бы довели и технологию, и качество, и высокопроизводительное оборудование, естественно, все ведь взаимосвязано. И вот в результате этой нашей поездки, где мы очень тщательно, очень внимательно, вплоть до того, я вспоминаю, что мы даже рассматривали проекты новых заводов, вписываются ли они территориально в те рамки, в которых они были расположены, или их нужно было переносить на какое-то новое место. Это просто степень детализации. Дальше, мы учли, что, скажем, для того, чтобы оперативно получать двигатели, необходимые вам вот сегодня, в сию секунду, мы создаем на границах стран склады, склады высокомеханизированные, автоматизированные, и вы в любой момент, ведь двигатели главным образом идут для комплектации каких-то изделий, там, стиральных машин, насосов, и бог знает чего. Вот, и это было продумано. Так вот, в чем же поучительность этого опыта оказалась? Ну, во-первых, мы не учли, что связи, стран, этих социалистических стран, со странами капиталистическими Европы, были более прочными, чем нам казалось, более глубокими. Ну, скажем, я видел электродвигатели, которые выпускал болгарский завод, но на этих электродвигателях уже стояла табличка ФРГ. О чем это говорило? Ну, во-первых, болгарам было выгодно эту продукцию реализовывать, ФРГ, получать за нее свободно, конвертируемую, как мы тогда говорили, валюту. Немцам было выгодно. Вот тогда я понимал, что немцы все-таки отказываются от примитивного производства, требующего большого количества металла, меди, свинца, алюминия, и сосредотачивались главным образом на производстве электроники. То есть, это была картошка по существу для экономики страны. А мы пытались наводить порядок именно в этих трудоемких, материалоемких производствах, что было ущербно, конечно, но тем не менее. Вот мы создали эту красивую табличку, сидели, два месяца обрабатывали данные, нам был предоставлен целый проектный институт, его специалисты. Уже тогда, на той стадии, мы использовали электронно-вычислительную технику. Вот создали очень красивый проект в двух томах. Причем правительство и наше из этих стран все время, так сказать, подгоняли, требовали, чтобы побыстрее, побыстрее и обсудить эту проблему навстречу глав наших партий и государств. Я это потому рассказываю, что в этой работе, конечно, содержались большие, большой, я бы сказал, запас прочности, научный запас, который показывал, что можно сделать, а чего сделать нельзя, что будет успешно, а что обречено на провал. Но тут случилось то, что случается у нас. Произошел политический переворот в 1964 году, в октябре, Хрущев был снят, и члены правительства, которые оказывали нам содействие, и которые участвовали в нашей работе, все оказались в положении, так сказать, неизвестной судьбы. Их уже больше волновала собственная судьба, чем этот проект интеграции производства между странами социалистического лагеря. Иногда сейчас к этим работам возвращаются вот как глубоко, как серьезно мы мыслили. Но это я все рассказываю к тому, что нельзя искусственным образом продвинуть процесс интеграции, который на Западе шел весьма и весьма успешно. Почему же он шел успешно? Вот дальше мы с вами посмотрим, что дает собственно говоря интеграция для стран, которые в нее включаются. Ну, во-первых, сокращаются транзакционные или так называемые внешние издержки, ускоряются темпы развития взаимной торговли. Дальше, конкуренция, которая возникает между сотрудничающими странами, ведет прежде всего к снижению цен, улучшению качества, созданию новых технологий сокращения неэффективных производств. Дальше, еще один такой момент, на что тоже следует обратить внимание, происходит рост иностранных инвестиций, потому что страны, которые не входят в эту интеграционную группировку и имеют свободные капиталы, они пытаются проникнуть на этот новый рынок, довольно объемный рынок интегрирующихся государств. И в этом тоже заключена одна из существенных положительных сторон развития интеграции. Дальше, следующий, следующий содержательный момент сегодняшней лекции, это этапы развития интеграции. Я вынужден буду на них останавливаться не очень подробно, хотя каждый из них заслуживает, конечно, серьезного рассмотрения. Ну, обычно первым этапом развития международной экономической интеграции считается так называемая зона свободной торговли. Ну, в чем смысл этих зон свободной торговли? Прежде всего, это в этих отдельных территориальных районах мира создаются льготные условия для сотрудничающих стран, а именно снижаются ценовые барьеры, таможенные барьеры во взаимодной торговле, вот, сохраняются национальные тарифы в отношении третьих стран. Межгосударственных органов на на этой стадии зон свободной торговли, естественно, пока не существует. Вот у меня большой материал, связанный с действительностью этих свободных экономических зон, он тоже очень интересен, очень поучительным. Попытка создать эти зоны по образу и подобию западных зон, вот сегодня наиболее интересными представляются зоны свободной торговли в Китае, где по уровню производства, по качеству эти зоны превосходят и Соединенные Штаты, и Японию, и Тайвань, то есть производство в этих зонах. Это такие уникальные районы, Шэньчжэнь, скажем, в Китае, где люди, побывавшие там, просто поражены. Это уже явление не 21, а может быть, 22 века. Может быть, это, конечно, маленькая частичка огромной экономики Китая, но она распространяет свой опыт на все другие отрасли и является как бы лабораторией развития. Вот у нас самой природой предопределено было существование таких зон, как, например, зона свободной торговли, свободная экономическая зона в Находке или в Калининграде. Ну, и там, и там, они, конечно, рухнули и по тем же самым причинам. Прежде всего, разворовывание средств, которые возникали, потом превращение этих зон в криминальную сферу отмывания капитала и всего прочего. В то время, как мировые, мировой опыт показывает, что свободная экономическая зона ведет к чему? К стимулированию производства, экспорта, а на этой основе получение валютных средств сопровождается ростом занятости. Собственно, зоны превращаются, как я уже сказал, вот китайская зона в полигоне по опробованию новых методов хозяйства, который подлежит дальнейшим распространению. вот, дальше, эти зоны являются особыми, так сказать, центрами привлечения иностранного капитала в силу больших налоговых льгот, капитал туда устремляется с большим. Ну, существует много различных, так сказать, видов, типов. Если взять общую характеристику этих зон, то можно выделить такие. торговые, этот свободные таможенные зоны, склады, свободные порты, дальше, промышленно-производственные экономические зоны, промышленные парки, научно-промышленные парки, техниковнедренческие зоны, где создаются технополисы, технопарки, сервисные, это вот мы их часто слышим о них, это, так сказать, офшорные зоны, зоны особых банковских услуг, туристические, услуг и так далее. Существуют и комплексные зоны, где зоны свободного предпринимательства, вот специальные экономические зоны Китая, как я сказал, территории особого режима в Бразилии и так далее. Вот это одна из первых, что ли, ступеней развития интеграции, это зоны свободной торговли. На смену зонам свободной торговли приходит следующий этап это таможенный союз. Таможенный союз, когда уже страны договариваются между собой обведение единых таможенных правил, обведение единых таможенных тарифов, о практике единых таможенных выступлений на внешних рынках. Следующий этап на базе таможенного союза создается общий рынок. То есть это все то, что связано с таможенными льготами переносится уже на уровень всей взаимной торговли между странами. Это более высокий этап сотрудничества стран между собой. Дальше следующий этап это экономический и валютный союз. То есть общий рынок как бы подводит страны к экономическому и валютному союзу. Но это все можно документально проиллюстрировать на примере Европейского союза. Но я этим не буду заниматься. Я расскажу просто о структуре. Когда буду говорить о структуре и органах Европейского союза, покажу как эти органы как этой союзой осуществляют. И наконец финишем вот этих этапов развития интеграции является общий политический союз. В частности примером наиболее типичным и наиболее интересным это Европейский союз стран. Европейский союз стран. Значит, ну когда я говорил о предыдущих этапах, что можно ответить? Таможенный союз характеризуется отменой таможенных пошлин взаимной торговли, негемным тарифным и нетарифным регулированием. Создаются уже межгосударственные таможенные советы на уровне государств. Следующий этап это предполагает свободу движения товара, услуг, капитала, рабочей силы. Причем тут уже регулярными становятся встречи руководителей государства и так далее. Экономический союз и валютный союз предполагает уже в значительной степени полную производственную интеграцию и введение наднациональных органов. И наконец финишем является создание единого политического союза. Вот характеристики которого я собственно говоря и хочу приступить сейчас. Ну нужно еще пару слов сказать о том, что интеграция вообще в целом осуществляется на двух уровнях. Это мы всегда говорим применительно взаимодействию стран в любой сфере. Это микроуровень, то есть взаимодействие отдельных предприятий, фирм и отраслей. И это макроуровень. То есть речь идет уже о международной торговле и движении факторов производства на основе согласованных международных договоров между странами. Но прежде чем характеризовать подробно Европейский Союз, еще можно о чем сказать, формами международной специализации производства, она лежит в основе интеграции, является прежде всего, конечно, внутриотраслевая специализация. Речь идет о предметной, подетальной и технологической специализации. Вот что бы я еще на что хотел обратить внимание. на микроуровне отдельные предприятия и отдельные фирмы последовательно используют преимущества интеграции. Ну, в частности, можно сказать, прежде всего, это расширение рынка взбыта и расширение взаимной торговли. Затем, это создание новейшей научно-исследовательской проектной и технологической базы. Но тут комментировать особенно нечего. Дело в том, что современное производство требует колоссальных затрат, и это ни в коем случае не под силу ни одной, даже самой высокоразвитой стране. Или в рамках транснациональной отраслевой корпорации, или в объединении интегрирующихся стран. Это же касается и укропнения, и реорганизации производства, и это касается внедрения всех новых, прежде всего, конечно, интеграционных форм сотрудничества. Вот теперь мы переходим непосредственно к рассмотрению деятельности Европейского Союза. Ну, что такое Европейский Союз сегодня? Это 15 европейских стран. Австрия, Германия, Великобритания, Италия, Ирландия, Франция, Испания, Португалия, Финляндия, Швеция, Дания, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Греция. В этих странах проживает 370 миллионов человек. В Европейский Союз не входят три европейские страны, это Швейцария, Норвегия и Италия, которые заключили между собой особое соглашение Европейской Ассоциации Свободной Торговли, но я бы хотел здесь сделать такое пояснение. Конечно, то, что они не входят в Европейский Союз, это явление временное, но имеющее под собой довольно серьезные основания. Дело в том, что Швейцария, например, боится распространения, скажем, от того же Шенгенского соглашения боится распространения въезда в страну нежелательных элементов, включая криминальные, особенно в финансовой сфере. И она действительно представляет себе всю опасность размывания границ в рамках Союза. Но я думаю, сейчас они провели референдум и Швейцария, конечно же, войдет в Европейский Союз со временем. Ну, по таким же мотивам. Да, кстати говоря, тут у меня ошибка. я вот только сейчас ее заметил. Италия у меня фигурирует, как и член Европейского Союза, и в ЕС не входит. Речь идет, конечно, об Исландии. Здесь допущена была опечатка. Не входит Швейцария, Европейского Европейского Союза еще на 10 стран. И вот тут уже начинаются проблемы. Сегодня Европейский Союз тоже представляет собой неодинаковое по уровню развития образования. Я имею в виду по уровню, скажем, производства валового внутреннего продукта, валового внутреннего продукта на душу населения. Начиная где-то от 28, ну, 36, скажем, тысяч долларов на душу в наиболее развитых странах до 11 тысяч ВВП на душу, скажем, в Греции и в Португалии. Вот на этом бы я хотел особенно обратить ваше внимание. Дело в том, что вот европейские страны, как я дальше покажу, создали специальный фонд помощи слаборазвитым членам Европейского Союза, имея в виду прежде всего Грецию и Португалию. То есть сегодня для Европейского Союза уровень ВВП в 11 тысяч кажется весьма-весьма низким, он в два-три раза уступает самым развитым странам Европейского Союза. А что же будет теперь, если сюда вступят Болгария, Польша, Прибалтийские государства, Румыния, где уровень ВВП на душу от полутора тысяч, даже может быть и меньше в некоторых из них, ну до трех, до четырех. То есть я думаю, что это шаг, который приведет к гибели Европейского Союза. Вернее, в каком смысле гибели он будет существовать, он будет принимать решения, но той реальной роли в экономическом содействии и развитии стран он уже играть не сможет. Польша первым делом заявила, что уже ей нужно какое-то огромное количество средств для того, чтобы выйти на уровень европейских стран. Но Польша это очень крупная страна по европейским меркам, это 40 миллионов человек, худо-бедно, это примерно такая же численность, как и в Испании. И подтянуть Польшу с ее тремя-четырьмя тысячами долларов на душу до уровня Испании где-то 13-14, это задача не одного десятилетия. И, конечно, и решения, которые будут приниматься, они будут противоположными по своему содержанию. Интересы наиболее развитых стран будут противоречить интересам вновь вступивших стран, которые только будут пытаться получать, но меньше давать сюда. И мне кажется, что это, да и сами европейцы понимают, во многих статьях они об этом пишут, что дальнейшее расширение состава Европейского Союза, на мой взгляд, как и вот на взгляд многих авторов из западных стран, принесет больше вреда, чем пользу. Конечно, интересы быть вместе в едином строю с странами, которые живут совершенно по другим нормам и порядкам, страны, где существует сегодня единая валюта и так далее, конечно, хотелось бы. Если посмотреть на историю создания Европейского Союза, то я бы отметил такие моменты. Прежде всего, это вот так самый известный это Моастрийский договор 1991 года. Вот этот Моастрийский договор включал три принципиально новых качественных момента. Во-первых, вводилось единое гражданство ЕС, которое существует параллельно с национальным гражданством стран-членов ЕС. Что это означает? Это означает, что житель любой страны в соответствии с Конституцией своей страны и правилами и нормами Общеевропейского Союза имеет право не только на перемещение, но на работу, на жилье, на все те льготы и социальные права защиты, которые существуют в национальных рамках. Второй момент. Это формирование политического союза. А что это такой политический союз? Это проведение интегрированной внешней политики. Тесная вязка внутренних политик, особенно в борьбе с преступностью. На современном этапе можно дополнить борьбе с терроризмом. Дальше. Максимальное сближение юридических систем и повышение роли парламента Европейского Союза. Но об этом парламенте я скажу несколько позже. И наконец третье. Это формирование экономического и валютного союза, сердцевиной которого стала единая валюта евро. Вот если вернуться скажем на 10-15 лет назад, то даже самые смелые умы экономистов не могли представить себе, что страны откажутся от национальных денежных единиц и перейдут на единую валюту евро. Кстати сказать за это предсказание Роберт Мандел американский экономист получил Нобелевскую премию. Мало того, что он подробно описал каким образом возникнет эта единая валюта, он и дал ей название. Именно он придумал название евро. Но во всяком случае основная масса населения и ученых не могла себе представить, что это произойдет в такие короткие сроки, что действительно появятся единые валюты для всех стран. И то, что сегодня две-три страны, скажем, Швеция, Великобритания, Дания, еще не перешли на это евро, но это дело времени. Они увидят, конечно, там есть свои подробности, когда мы будем рассматривать систему валютно-кредитных отношений, на этом мы остановимся особо, но тем не менее общее положительное воздействие евро, конечно, очевидно. Единые валюты. Это облегчает связи, облегчает торговлю, вообще ведет к совершенно иному миропредставлению и миропониманию. вот дальше у нас будет рассмотрение органов этого Европейского Союза. В настоящее время функционирование Европейского Союза обеспечивается целой системой органов, которые, собственно говоря, способствуют, да и служат прогрессу интеграции. это Совет Европейского Союза, это Комиссия Европейского Союза, это Европейский Парламент, это Европейский Суд, это Европейский Инвестиционный Банк, это Особый Инвестиционный Фонд при Европейском Инвестиционном Банке, это Совет Министров на уровне Министров Национальных Правительств, Высший Законодательный Орган. Ну, сразу же скажу, Три опоры Европейского Союза. Все направления политики, связанные с функционированием таможенного союза и единого внутреннего рынка, созданием и развитием экономического и валютного союза. Это первая черта. Вторая. Общая внешняя политика и политика безопасности. И, наконец, третья. Это сотрудничество в области юстиции и внутренних дел. Теперь мне хотелось бы более подробно рассмотреть органы Европейского Союза. Это очень интересно и полезное мероприятие рассмотрения этих органов. Ну, высшим политическим органом Европейского Союза является Европейский Совет. Когда договаривались о союзе европейских сообществ, речи об учреждении такого высшего политического органа не было. Не велось. И только в 1974 году главы государств Европы приняли решение о проведении регулярных совещаний. Вот с тех пор, созываемый по меньшей мере дважды в год, Европейский Союз принимает решение по основным вопросам жизнедеятельности этого Европейского Союза. Такие решения не имеют обязательной силы, как записано в соглашении о создании Европейского Союза. Но на деле, в реально, конечно же, этот Европейский Совет предопределяет политическую стратегию Европейского Союза. И на основании этой стратегии, собственно говоря, и действуют другие органы Европейского Союза. Следующий орган – это Совет Министров Европейского Союза. Это главы правительства, собирающиеся периодически на встречи. Это, по существу, главный законодательный орган Европейского Союза. Вот в отличие от национальных органов, когда национальные правительства не наделяются законодательными функциями, вот Совет Министров Европейского Союза принимает законодательные акты, которые имеют обязательную силу. Как они принимаются? Они могут приниматься либо единогласно, либо квалифицированным большинством. Количество голосов определяется размерами стран. Германия, Великобритания, Франция и Италия имеют по 10 голосов, Испания – 8, Бельгия, Греция, Нидерланды, Португалия – по 5, Австрия и Швеция – по 4, Дания, Ирландия и Финляндия – по 3, Люксембург – 1 голос. Такая система распределения голосов уменьшает возможность отклонения проектов, так как требует объединения усилий стран-членов для создания блокирующего меньшинства. И это ни много ни мало, как нужно набрать 26 голосов из 87. То есть это предопределяет успешность деятельности Совета министров Европейского Союза. Это довольно любопытное решение. Вот такой порядок принятия законодательных актов, которые, как я еще раз повторяю, носят обязательный характер для стран, принявших это решение. Дальше идет исполнительный орган основной Европейского Союза – это комиссия Европейского Союза. По существу это наднациональный исполнительный орган. И вот что любопытно, члены комиссии назначаются правительствами стран, но с одной оговоркой, что никогда в своей деятельности член комиссии не будет преследовать национальные интересы, или точнее будет руководствоваться национальными интересами. Он должен руководствоваться интересами всего Европейского Союза. На практике, в общем-то, исключений довольно мало. Действительно, назначаемые национальными правительствами члены комиссии, на пять лет они назначаются. Члены этой комиссии разрабатывают законодательство, как по собственной инициативе, так и по поручению Совета министров. Ну, кроме того, что вот готовят законодательные акты, или руководствуются актами, которые принял Совет министров Европейского Союза, собственно говоря, комиссия Европейского Союза управляет финансами. Дальше очень интересный орган — это Европейский парламент. Это представительный орган Европейского Союза, который избирается с 79-го года прямым всеобщим голосованием граждан всех стран-членов Евросоюза раз в пять лет. Если по итогам второго чтения Европейский парламент отклоняет какое-либо предложение, то Совет министров может принять его только на основании единогласия. Поэтому для того, чтобы заблокировать такое-то решение, парламенту достаточно иметь в Совете министров только одного союзника и проводить через него свое решение. Теперь, что еще очень интересно, обычно на это обращают внимание. В отличие от национальных парламентов стран, Европарламент законодательными функциями не наделен. А каковы же его функции? Это прежде всего контроль работы комиссии европейской, причем работа ее прозрачна, и любой парламентарий, избранный на основании всеобщего прямого и тайного голосования, имеет право знать не только решения, но и все те предшествующие моменты, которые способствовали принятию этого решения. Это создает демократичность в принятии основополагающих решений. Дальше, что еще хотелось бы рассказать? Значит, мало того, что он контролирует, европейский парламент имеет право распуска этой комиссии, если ему покажется, что функции и полномочия превышены и противоречат интересам Европейского Союза, а может быть и отдельных стран. Дальше, парламентарии очень широко используют право запросов правительства, как наднациональное правительство, то есть Совет Министров, так и в национальные органы. Еще что я хотел бы сказать. Как формируется Европейский парламент? Он формируется не по страновому признаку, а по партийному. И очень существенная деталь, почему-то на это у нас обычно не обращают большого внимания, а меня она очень даже заинтересовала, что примерно где-то 50-60% членов Европейского парламента принадлежат к партиям левого фланга, то есть к социал-демократическим лейбористским партиям. О чем это говорит? Я думаю, и Россия, кстати говоря, ведь тоже страна традиционной социал-демократии. И при разумном проведении социал-демократической политики, конечно же, это направление и экономики, и политики страны имеет, на мой взгляд, большое будущее. Во всяком случае, социал-демократический уклон власти не позволил бы провести те широкомасштабные, варварские мероприятия, которые были, отдали, собственно говоря, природную ренту, сверхприбыль с этой природной рентой, измеряемой десятками миллиардов долларов, отдать в частные руки. Вот социал-демократическая власть этого бы не допустила по определению. А отсюда идут и все остальные проблемы нашей страны. Это нехватка денег, потому что они сосредоточены не там, где должны были бы быть сосредоточены это рвущиеся трубы, это замерзающие регионы, это отсутствие денег на фундаментальную науку, на образование, на все прочее. Вот при социал-демократическом характере власти такого бы не могло произойти. Конечно, там могли быть какие-то уклоны в другую сторону, то есть попытки опять централизованного регулирования и так далее. Но то, что произошло со стороной, конечно, этого быть не могло по определению. Наконец, Европейский суд. Вот Европейский суд тоже любопытный орган. Когда я читаю лекции студентам, то я говорю им, что в общем-то жизнь так устроена, что может быть, из-за несовершенства нашего законодательства и вам придется в своей жизни, нам-то уже, людям нашего возраста, вряд ли, и вам придется, может быть, искать праведного, справедливого решения в Европейском суде. Дело в том, что Европейский суд призван обеспечивать примат прав Европейского Союза над национальным правом государств, входящих в его состав. А какие пределы этих прав, это определяется соглашениями, которые заключили между собой и странами. Это означает, что римские договоры, единые европейские акты, договоры о Европейском Союзе, а также договоры о присоединении к ЕС новых государств-членов, значит, обязательно к исполнению всеми подписавшими их государствами. А статьи этих договоров и созданные на их основе акта включаются в национальные законодательства. Это вот как раз очень обнадеживающий факт, что мы всей своей природой, ну природой я имею в виду всей своей историей, своей геополитическим положением, мы, конечно же, должны быть членами этого Европейского Союза и подчиняться решению Европейского суда. Суд следит также за единообразным толкованием законодательных актов и за их исполнением, но обеспечивает соответствие текущей практике, основополагающим принципам этого интеграционного союза. Европейский суд занимается непосредственным регулированием отношений между физическими и юридическими лицами и Европейским Союзом как таковым. Для всех областей, на которые распространяются права Европейского суда, Евросуд является судебным органом высшей инстанции. Еще один момент деятельности Европейского Союза нужно, это как раз и является, собственно говоря, следствием глубокой экономической интеграции. Это финансовая, структурная и научно-техническая политика Европейского Союза. Ну, основой является общий бюджет, общий бюджет Европейского Союза. Доходная часть бюджета формируется за счет отчислений от налога на добавленную стоимость от национальных поступлений. Половину примерно доходов Европейского Союза, бюджета Европейского Союза составляет вот налог на НДС. Дальше. Таможенные пошлины, которые взимаются при импорте в зону ЕС товаров из третьих стран. Аграрные компенсационные сборы на импортируемые сельхозпродукции, а также специальные отчисления из национальных бюджетов. Вот это доходная часть сформирована на НДС, на таможенные тарифы, на импорт, на льготы для сельхозпроизводителей, которые национальные страны, и просто вычет из национальных бюджетов. Теперь расходная часть. Она распределяется неравномерно. Традиционно, значительную часть, может быть даже большую, в некоторых случаях, Европейский Союз выделяет для аграрной политики. Это связано с тем, что очень болезненно сказывается на жизни крестьянства у европейских стран. Вот включение в Единый Союз. Все-таки страны с разной степенью развития сельского хозяйства где-то преобладают маленькие, как во Франции, парцелярные участки, и им трудно соперничать с крупными, большими фермами, существующими в других странах. Вот здесь нужны дополнительные субсидии, дополнительные вливания для того, чтобы поддержать на определенном уровне. Дальше. Это первая, существенная часть. Вторая. Это региональная политика. Что имеется в региональной? Это прежде всего помощь тем странам, которые менее развиты. Дальше. Расходы на социальную, научно-техническую и промышленную политику. Но в частности, вот все эти расходы отдельными строками аграрный, социальный, региональный включаются в Европейский фонд, так называемый. Европейский социальный фонд и Европейский фонд регионального развития. Ну, Европейский социальный фонд, он создан в 1960 году и предназначен для финансирования программ для оказания помощи депрессивным регионам, которые охвачены структурной безработицей. Ну, расшифруем, что это значит. Есть регионы депрессивные, то есть там, где в силу каких-то структурных изменений старые отрасли умирают, а новые еще не образованы. И вот в этих случаях безработица, которая следует за этой структурной перестройкой, она нуждается в определенных денежных вливаниях. И вот для этого как раз и существует этот социальный фонд, который выплачивает субсюди для переподготовки, переобучения кадров. Больше того, даже специальные статьи предусматривают возможность перемещения рабочей силы из депрессивных регионов. Опять-таки, вот разумность политики на уровне такого, казалось бы, конгломерата 15 стран с разными национальными традициями, с разными национальными бюджетами, с разным, в конце концов, уровнем развития, с разным менталитетом в значительной степени, тем не менее, находят способы договориться о том, о чем, например, в нашей стране не может договориться единая власть оказания помощи депрессивным регионам или регионам, пострадавшим от каких-то стихийных бедствий. Это поразительно. Дальше. Европейский фонд регионального развития. Это специально созданный в 1975 году фонд для финансирования программ по выравниванию уровня экономического развития различных регионов. Ну, к числу относительно отсталых регионов, я уже говорил, относятся Греция, Португалия, Юг Италии, Испания, Ирландская республика. Вот эти регионы, им, этим регионам оказывается помощь. Причем, специальная система индикаторов для того, чтобы выявить, какой регион наиболее отсталым. Это уровень безработицы, доход на душу населения, удельный вес продукции сельского хозяйства и так далее. Дальше существует еще Европейский фонд развития. Это фонд, специально созданный для помощи тем странам, которые пока в Европейский Союз не входят, но ассоциированы. Структурная политика проводится на двух уровнях. На региональном и на отраслевом. Но уже я сказал, не буду повторяться, что наибольшую помощь оказывают сельскому хозяйству. Для стимулирования аграрного производства при более высоких, чем мировых ценах на территории Европейского Союза действует ряд регламентов, которые предусматривают защиту внутреннего рынка. Это о чем идет речь? При импорте более дешевой продукции из третьих стран взимается компенсационный сбор. Своим сельскохозяйственным производителям гарантируется сбыт по ранее определенным ценам. Дальше следующий момент особое так сказать уделяется внимание политике перестройки промышленности по отдельным регионам. в частности сокращается доля традиционных отраслей текстильное металлургическое угледобывающее идет тенденция к закрытию многих базисных отраслей нерентабельных и наоборот к открытию новых отраслей в этих депрессивных регионах. Вот ну это дальше уже идут так сказать тонкости финансовой деятельности этих фондов. Вот Европейский Союз сегодня что еще нужно сказать что это крупнейшая торговая держава на которую приходится четверть мировой торговли. Это один из трех мировых центров современного мира наряду с Соединенными Штатами и Японии. Это центр многообразия культурных различий и уважения к ним. Каждая вот еще одна деталь каждый официальный документ должен быть переведен на 9 официальных языков. Причем поощряется развитие языков и культурных малых народов. Значит Союз добивается выполнения поставленных перед ним задач и целей прежде всего путем проведения общей политики. Общая политика в таких сферах как сельское хозяйство. Рыболовство, транспорт, окружающая среда, внешняя торговля, развитие конкурентной региональной политики, энергетика, таможенный союз. А также общие проекты, вот на это тоже следует обратить внимание, и программы научные исследования и разработки, телекоммуникации, координация экономической политики государства и так далее. Крупнейший торговый в мире торговый блок в мире это Европейский Союз выполняет цели, которые содержатся в договорах о его создании. Достижение прежде всего четырех свобод. Речь идет о свободе движения людей, о свободе движения товаров, о свободе движения капитала и о свободе движения услуг. И создание и проведение общей политики все большим так сказать числом в все большем числе областей. Европейский Союз поддерживает дипломатические отношения более чем со 130 странами мира. Ну в ряде крупных международных организаций Европейский Союз присутствует в качестве наблюдателя. Дальше Вот Европейский Союз представлен на встрече семерки который президент Европейского Союза непосредственно представляет этот Европейский Союз в числе семерки. Бюджет Бюджет примерно в этом году составляет ну вокруг 100 миллиардов евро. Вот это может быть по сравнению с бюджетами отдельных государств не так много но ведь и цели довольно локальные довольно ограниченные хотя и несущие очень большую пользу участникам этих программ. Примерно половина то есть около 44 миллиардов евро как я уже говорил направляется на развитие сельское хозяйство. Ну оказывается значительная помощь странам вне Европейского Союза ну в частности вот балканским странам Афганистану и так далее. Вот что произойдет дальше если число стран с 15 которые есть сегодня увеличится на 10 или на 11 то по расчетам ученых это вот подтверждение той мысли то Союз потеряет много по расчетам численность населения увеличится примерно на 30 процентов и вот в данном случае ВВП по расчетам Еврокомиссии увеньшится на 15 процентов потому что производственные мощности предприятия увеличится лишь на 9 процентов причиной является сравнительно низкий уровень экономического развития таких стран как Польша Венгрия Болгария страны Балтии вот ученые аналитики отмечают что в той или иной степени снижение общего ВВП наблюдается даже при принятии в ЕС высокоразвитых стран так в 95 году после вступления Австрии Финляндии и Швеции общий объем снизился на 3% вот и это в подтверждение тех идей о которых я говорил что не всегда количественное расширение стран приведет к качественным прогрессивным изменениям и об этом нужно думать сегодня теперь несколько бегло может быть я назову некоторые региональные объединения других континентов и других стран это прежде всего я бы назвал нафту нафта это объединение трех стран Мексики Соединенных Штатов и Канады вот тут деталь такая я хотел бы обратить внимание что две высокоразвитые страны находящиеся примерно на одинаковом уровне развития блокируются с третьей с чем это связано прежде всего с надеждами на использование низких издержек производства которые существуют в Мексике это несет пользу и Мексике и так далее суммарный объем ВВП нафта очень большой если сравнить с Европейским Союзом то он превышает долю Европейского Союза Европейский Союз это 6 около 7 триллионов около 7 и сама нафта значит вот это асимметричный характер подтверждается тем что на Соединенные Штаты приходится 85% ВВП производства этих стран и совсем незначительная доля этой страны но тем не менее значит расчет на резкое увеличение американского экспорта а это к чему ведет это к увеличению занятости дальше к переносу трудоемких наукоемких и грязных производств вместе в Мексику это снижение издержек производства и повышение конкурентоспособности проникновение новейших технологий и так далее дальше о ком бы еще я хотел сказать это АТЭС это форум азиатско-тихоокеанского сотрудничества АТЭС по русски сначала входило 12 стран сейчас уже большее количество вот АТЭС это один из предопределяющих так сказать региональных объединений почему на долю стран этой группировки а сейчас входит Китай Соединенные Штаты Канада Россия Гонконг Тайвань и ряд других государств на этот на этот на этот союз азиатско-тихоокеанского сотрудничества приходится 50% мирового ВВП 50% мирового экспорта товаров 40% населения земли и 30% территории земли это очень существенный так сказать объект интеграционных существует латиноамериканская интеграция ну здесь бы я пожалуй что отметил это так называемую меркосур то есть объединение южноамериканского общего рынка в составе Аргентины Бразилии Парагвая и Уругвая кроме того есть отдельные мелкие вот меркосур наиболее крупная имеется ввиду это 4 страны с двумя двумя стами миллионами человек суммарный ВВП примерно 1 миллиард долларов ну вот при этом конечно решающая роль принадлежит Бразилии на которую приходится 80% населения 40% торговли 60% экспорта и так далее вот в Африке создаются тоже примитивные конечно но тем не менее интеграционные объединения с той же целью извлечь максимальную экономическую выгоду из объединения потенциалов государств и наконец мне бы хотелось несколько слов сказать о содружестве независимых государств СНГ конечно это в определенной мере грустная тема дело в том что распад единого комплексного народного хозяйства огромной страны который который был советским союзом конечно это нанесло колоссальный удар и колоссальный ущерб для всех бывших республик нашего единого советского союза может быть за исключением Балтии стран Балтии которые как вы знаете не добровольно а насильственно были присоединены к нашему союзу а вот что касается стран СНГ то разрыв произошел собственно говоря по живому те традиционные производственные связи кооперативные связи во многих случаях которые предопределяли жизненный уровень предопределяли степень развития науки образования вот эти все связи разорваны неестественно и мы если вот я перечислял стадии развития интеграции на западе то мы никак не можем сдвинуться с первой фазы то есть мы не можем создать единый таможенный союз мы не можем создать единых таможенных правил хотя в силу бюрократической природы как советского союза в управлении я имею ввиду так и этого содружества независимых государств мы насоздавали такое количество органов этого содружества просто голова пухнет от одного перечисления этих органов и толку от них результат близок к нулю и еще одно вот в рамках этого СНГ уже возникают отдельные подразделения отдельные образования и в пику России может быть и в связи с тем что им ближе состоять в каком-то единстве скажем Грузия с Украиной по политическим мотивам абсолютно очевидно близость Молдавия которая тоже не может найти себе места ну и так далее то есть это больше свидетельствует об неуспехах СНГ чем об успехах этих отдельных Евразийский союз сейчас возникает как противостояние другим странам хотя есть факторы которые предопределяют объединение постсоветских государств это во-первых взаимозависимость хозяйственных комплексов технологическая общность производства очень немаловажно это единство применяемых стандартов единство сетей коммуникации факт сопредельности государств и наконец что обычно забывается это язык ведь очень смешно когда на Украине Кучма говорит так москалей нет стало быть будем говорить по-русски и вот темы печальнее что факторы о которых я говорил и довольно подробно не принимаются во внимание и союз находится довольно в плачевном состоянии так дальше идут вопросы для самопроверки я их не буду читать вслух посмотрите сами на этом содержательная часть лекции закончена спасибо за внимание а дальше я хотел бы прокомментировать литературу вот не далее как вчера я был в двух книжных магазинах на новом арбате библиоглобусе и должен сказать что количество публикаций учебников по проблематике мировой экономики растет в геометрической прогрессии мне уже сегодня трудно выделять из этого огромного потока популярной малопопулярной сложной общемировой отечественной учебной теоретической выбирать то что я мог бы рекомендовать но я остановился в моем внимании вот на следующих работах эффект H8 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 Работа